В борьбе за каждый вздох и минуту жизни. Это отделение реанимации. Под особым контролем 12 новорожденных. Двое родились утром 17 ноября. Эта поддержка называется СИПАП. То есть мы ему помогаем держать легкие всегда в расправленном состоянии. В кадре близняшки. Сестрички поспешили появиться на свет. Торопышки до двух килограммов помещены в открытую реанимационную систему. Она оснащена нагревательными и осветительными приборами. Заняты и все инкубаторы с автоматической подачи кислорода и с поддержанием оптимальной температуры у новорожденных. Техника абсолютно безопасна для крох, но были в стенах областного перинатального центра и по-настоящему трудные случаи. У нас был самый маленький ребеночек с весом 380 грамм. Мы очень долго пытались его выходить, но, к сожалению, это очень маленький вес и ребеночек родился крайне незрелым. Ну, были и 500 граммовые, 450 граммовые детки были. Они, конечно, очень сложные. В заботливых руках родителей владимирские торопышки. Гостей встречают их ангелы-хранители, врачи областного перинатального центра. В фойе счастливые мамы у каждой своя уникальная история. Но разных женщин из Владимирской области объединяют дети. Все мальчики и девочки поспешили родиться. Вот Яна, ей чуть больше полугода, держит ее мама по имени Любовь. Беременность просекала отлично, никаких нареканий не было. В один прекрасный момент просто поднялось давление и уехала в реанимацию. Пять дней лежала в реанимации. И вот кило 580 родилась дочка. Выписали нас отсюда кило 400, перевели в детскую больницу. Мы там месяц дохаживались и с весом 2,260 нас выписали. Глядя на Макара и не поверишь, через что он прошел вместе с мамой. Но сегодня мальчику три годика, и он улыбается. У Макары есть старшая сестренка. Ей уже пять. Она, как и ее братик, родилась очень маленькой. Сегодня Анисимова и еще с десяток семей – герой праздника белых лепестков или Дня недоношенных детей в областном перинатальном центре. Его отмечают ежегодно. Когда проходит пять лет и ты смотришь на своего ребенка, ты понимаешь, что все то, что было позади, оно осталось позади. И мы со всем справились. И сейчас для меня, мои дети – это радость. 23 тысячи новорожденных, из них 2700, появились на свет раньше срока. Это малыши, которые выписались из стен областного перинатального центра за последние 10 лет. Главврач медучреждения констатирует – терапыжек в нашем регионе много. За 10 месяцев 2023 года у нас уже есть статистика. Мы концентрируем большой процент преждевременных родов области. У нас рождается до 80% всех недоношенных деток. Ну, это все детки, которые могут быть транспортированы в животиках мам к нам в учреждения. Причин для появления недоношенных детей хватает. Женщины страдают от инфекции, жалуются на хроническое состояние, диабет или высокое кровяное давление. Но что бы ни случилось, рядом с ними всегда врачи. Их главная цель – спасти мать и ее кроху, иногда вопреки.